Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Возьмите Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры. Спасибо Господи за ваши святые молитвы. Сегодня мы с вами светло празднуем праздник, который называется Троицкая Родительская Суббота. Всегда накануне праздника Троицы мы субботу посвящаем поминовению усопших наших близких. Почему мы это делаем? Почему мы всегда перед Троицей? Потому что Троица еще по-другому, Святая Церковь, называет этот праздник, днем рождения Православной Церкви. А Православная Церковь, братья и сестры, это не только мы здесь сегодня стоящие во храме на Божественной Литургии, живые люди, еще живущие здесь на земле. И не только те люди, которые сегодня не пришли, завтра не придут, но имеют православное крещение. Да, это тоже такие члены Церкви, но вообще по апостольским правилам мы их так называем с любовью, да, члены Церкви. Но это потому, что вот такое у нас время сегодня развращенное, и уже и поругать никого нельзя, человек обидится, обижит. Но по апостольским правилам, членом Церкви является только тот человек, который регулярно причащается телу и крови Христовой. По апостольским правилам, если человек три недели подряд без уважительной причины, а уважительной причиной не является ни охота, ни когда Бог в душе, там священника машина не та, и там еще что-то. Это не уважительная причина. Уважительная причина – человек парализован, лежит дома или где-то в море, корабль его сбился с курса, и вот носит волнами месяц, по волнам нету священника, то есть человек физически не может попасть в литургию. Вот это уважительная причина. Или война идет, человек находится на переднем фронте, битвы, идет стрельба, битвы, он в окопах, он не может причащаться. Ну вот такая серьезная причина. Может быть, позволительно, что человек не пришел на литургию. А если человек просто вот сейчас где-то тут рядом находится, там сидит дома, смотрит телевизор, или там разговаривает по телефону, то это неуважительная причина. Если он три недели подряд не причащался телу и крови Христовой, то он что? Уже не член церкви. Он уже что? Не православный человек, не православный человек. Это апостольские православные. Это не я так хочу. Я хочу, чтобы все были членами церкви. Я хочу, чтобы все спаслись. Я хочу, чтобы были все в раю. Но реальность другая. Человек добровольно, добровольно отказывается от причастия тела и крови Христовой, от богослужения, потому что ему это неинтересно. Потому что ему интересно что-то другое. Он потратит время с охотой на другие дела какие-то, на любые, но в церковь не пойдет. Этот человек нищен церкви, по учению церкви. И вот, братья и сестры, сегодня мы молимся о всех наших людях, потому что церковь, это вот мы сегодня стоящие в храме, и церковь, это те люди, которые находятся в Царстве Небесном, у Престового Вышнего Бога, молятся. Вот есть такой угодник Божий Иоанн Крестьянкин, вы знаете его, наш современник, живший при нашей жизни, в жизни которой совершались многие чудеса, пока еще не канонизированы Церковью Православной, без сомнения, в святой жизни человек. Вот он, когда, он, как все угодники Божии, сохранял бодрость Духа очень долго, многие десятилетия, бегал в храм в припрыжку, на исповедь, на причастие, но наступило время, когда физически он стал немощным, настолько, что уже не смог вставать с кровати, был парализован, и даже в забытие, и вот когда он так любил литургию, причастие, ну, как все святые, потому что это самое главное, самое лучшее, самое прекрасное, самое радостное событие в жизни, это литургия и причастие. И вот когда он уже не мог физически ходить на литургию, однажды, очнувшись от забытия, он сказал своим кереникам, что сейчас я был на литургии в Царстве Небесном, присутствовал, там в Царстве Небесном совершается богослужение, прославление Бога, только там, сказал он, поют, не спаси нас, сын Божий, как мы говорим здесь, на литургии, спаси нас, сын Божий, а там поют, что уже спас у нас, сын Божий, то есть нас спас, сын Божий. И вот братья и сестры, конечно же, человек, который, каждый человек, который тело его умрет, и вот он сам не захочет туда идти, там Бога прославляет, там литургия идет, я при жизни не хотел туда ходить, я при жизни, что угодно, чем угодно занимался, но только мне так не хотелось на эту литургию ходить, я такие, такие говорю вещи, разные и нехорошие, оправдывая то, что не хожу. И что мне там в Царстве Небесном, там опять они молятся, там опять они Богу поют хвалу, не хочу, ну не интересно. И вот эти люди, которым не хочу и не интересно, они, конечно же, в Царстве Небесном сами добровольно не хотят идти сегодня уже, потому что Царство Небесное здесь, потому что здесь наши сердца очищаются, потому что здесь в Царстве Божьем внутри вас говорит Господь, здесь у нас рождается любовь, здесь у нас рождается счастье, здесь у нас урождается отсечение суетных страхов, здесь мы научаемся не бояться смерти физической, но бояться ответа на страшном суде Господнем. Здесь мы научаемся от святых отцов, которые прошли этой же уже дорогой и рассказывают нам, надо о смерти помнить, не просто там знать, что она когда-то будет, а когда, что вы там говорите про смерть, я это не хочу слушать, нет, но каждую секунду памятовать о смерти, память смертная это это великое дарование Божие и великое благодетие, памятовать о смерти. И вот, братья и сестры, сегодня на Божественной Литургии мы служим нашим усопшим, тем, которые в Царстве Небесном, мы их радуем этой молитвой. Мы сегодня за них ходатайством, но они уже Царство Небесное и они ходатайство за нас. Есть много наших близких, мы не знаем, кто где находится, кто в каком состоянии, но которые вот так и не нашли дорогу в храм, так и не стали членами церкви, так и не стали теми, кто исповедуется, причащается и находятся в муках, как здесь на земле они мучились, ходили мрачные, горестные, и жизнь была у них плохая, жизнь плохая, трудная, несправедливая, те не такие, эти не такие, болезни, скорби, как сказано в Священном Писании, человек 70-80 лет и множество их трудной болезни, то есть болеем и трудимся, жизнь плохая, нехорошая, вот они здесь жили в аду, а христиане живут в раю, здесь на земле, все, слава Богу, все хорошо, болею, слава Богу, скорби, очень хорошо, для моего спасения, что-то не получилось в моей жизни, очень хорошо, Боже, благодарю Тебя, значит, я потратил бы время и ничего бы не получилось, христианин живет, царь с небесным, с ним Бог рядом, он еще не боится, все радостно, все светло, как только становится мрачным, и грустно, он понимает, что он набрал грехов, душа запачкалась, и надо, бежит в храм, бегом бежит, на исповедь, на причастие, а другой рядом живет, у него все плохо, 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 и в ад попадает, за них мы сегодня ходатайствуем, и молимся, потому что, братья и сестры, есть всем известная история про Макария Великого, это угодник Божий, который подвязался в египетской пустыне, однажды он шел по пустыне, увидел череп, и он захотел узнать, что же с душой этого человека, где она находится, помолившись, он дотронулся посохом до этого черепа, и сказал ему, глаголик, кто ты, и где ты находишься, где находится душа твоя, он рассказал ему, что он языческий жрец, и душа его находится в лютых мучениях, ну, нам нельзя понять, кто это не пережил, сам, кому Господь не открывал страдания ада в этой жизни, мы не можем понять, что там происходит, но приблизительно, чтобы сравнить с тем, что мы понимали, это как будто бы, как человек находится в огненной реке, вот река, она все время горит, вот страшно, вот мы дотронулись пальцем до огня, и прямо дергнулись, жуткая боль ударила в мозг, а тут ты в этой огненной реке находишься все время, вот как бы так, вроде бы, и этот человек говорит, что только иногда я могу вынырнуть из этой реки, как будто бы, хотя-то воздуха нет, и нет легких, как будто бы передышка какая-то мгновенная, секундная, и опять я погружаюсь в эти страдания, а Макарий Великий знает, что ад, как и рай, в нем есть разные степени страданий, человек может до разного, до разного количества ада набрать свою душу, разное количество грехов, и разную степень страдания получает, один больше грешил, другой меньше, поэтому у них не могут быть одинаковые страдания, и он спросил, а есть ли кто ниже тебя, кто страдает хуже, чем ты, тяжелее, говорит, да, я языческий жрец, я жил до пришествия Христа, да, я служитель сатаны, языческий жрец, который служит сатане, идолам, идолы, судьбесы, санописания, приносил им жертвы, но я не знал Христа, у меня не было крещения православного, я думал, что вот эти идолы и есть боги, я искренне заблуждался, но ниже меня находятся православные христиане, которые знали Христа, которые знали, имели святое православное крещение, знали про исповеди причастия, знали про божественную литургию, все знали, но добровольно отвергнули Христа, выкинули свою жизнь, да, Бог у меня в душе где-то там, что-то там, когда-нибудь свечку поставлю и будет с меня, добровольно отвергнули, они находятся ниже, они более тяжело ответ дают за свою жизнь, чем те, которые не знали Христа, поэтому, братья и сестры, у нас есть некоторые люди, которые кричатся, говорят, я православный, особенно есть такие у нас даже казаки, которых в церкви, вот с огнем, с биноклем не увидишь таких православных казаков, я православный казак, но если ты православный казак, не с поедущей, не причащаешься месяцами, годами, то ты будешь в аду ниже, чем все остальные представители, язычники, сатанисты, кто угодно, всех религий, деминаминации, не христиане, они будут в аду меньше мучиться, чем православный казак, который не ходил на службу, или православные другие подобные люди, поэтому мы за них сегодня ходатайствуем, чтобы они из вот этих вот огненных озер и огненных рек, они хоть немножко получали облегчение, может быть, вымаливать, церковь учишь, что и вымолить, и за это можно, смотря как ты молишься за этого человека, но и братья и сестры, если мы внимательно будем слушать слова богослужения сегодняшнего и слова панихиды, которые мы поем, то мы увидим, там очень много говорится про нас самих, живущих здесь на земле, о том, чтобы мы спасли наши души, мы молимся за упокойные службы, не только о упокойных наших близких, но и о спасении своей собственной души, и получаем троякую пользу, потому что человек, он троичен, он как Бог, Бог троичен в лицах, и человек тоже, человек стоит из тела, души и духа, братья и сестры, вот тело, это то, что умрет, то, что сейчас стоит уставшее, то, что может немножко просит сейчас отдохнуть, полежать, посидеть, потому что служба была долгая, душа, это то, которое нас мучает особенно, которое устало, вот оно возмущается, устало, хочу сидеть, хочу спать, хочу есть, хочу блудить, хочу пить, вот, тело так этого не хочет, ну немножко хочет отдохнуть, чуть-чуть посидел, святые отцы нам открывали, вообще удивительные вещи, как все он афонский, он вообще почти не спал, он присаживался, днем, он был экономом на старязни, со стройками, столовыми, кормил братья, хозяйственными нужными, ночью, всю ночь молился, садился, никогда не ложился даже, даже на топчан, садился на маленькую табуреточку, брал щетки, ненадолго забывался, на несколько буквально минут, в сутки, ночью, когда уже совсем уставал, то он снова просыпался и молился, поэтому телу много отдыха не надо, и много еды не надо, телу вообще очень много надо, это душа развращенная, хочет много спать, много есть, ей плохо, она унывает, вот это вот, то, что мы должны из себя истребить, очистить, вот душа, а дух, это то, что влечет нас к Богу, дух, это то, в чем есть, желание быть счастливым, значит быть с Богом, быть счастливым, это жить с Богом, дух, это то, в чем есть понимание того, что мне мало, мало, и это не то, вот этот дух говорит нам, мало не то, вот сколько мы набрали бы денег, с кем бы мы не познакомились, за кого бы замуж не вышли, женились, дух говорит, мало не то, мало не то, несчастливый, не то, мало, хочу больше, хочу Бога, себя принять, Вот что говорит нам Дух. И устремляет нас постоянно к небу. Это Дух. И вот, братья и сестры, мы получаем троякую пользу, потому что тело наше, оно получает благодать Божию. Благодать Божия исцеляет и душу, и тело. И тело научается подвигу духовному. Мы молимся. Душа наша смиряется. Душа может чувствовать радость или огорчение. И вот душа наша получает радость, когда мы слышим эти молитвы и произносим их. И, конечно, Дух наш получает пользу. Самое главное, то, что мы почувствовать не можем. Духовное почувствовать нельзя, братья и сестры. Можно почувствовать только душевное, низший какой-то уровень. Радость, умирение, слезы, смех – это душевное. А духовное почувствовать нельзя. Но оно сегодня происходит. Мы объединяемся сегодня в молитвах с Небесной Церковью. Мы сегодня в единстве в полноте Церкви молимся о наших усопших, которые не вошли в эту Церковь. Об их облегчении. И сегодня духовно мы соединяемся с Богом и со всеми святыми, которые тоже хотатствуют на небе о покоении всех людей, о спасении всех людей. Помоги нам, Господи, братья и сестры, чтобы мы совершали подвиг нашей земной жизни. И вернемся все-таки о том, о чем мы говорили, память смертную имели. Не страшно думать о смерти. Страшно надо не думать, чтобы дорожить каждым днем своей жизни. Надо думать о смерти, что тело умрет наше. А душа, она выйдет. В какой мир эта душа устремится? Если душе было скучно на богослужениях, если душе не хотелось молиться Богу, если душа возлюбила более что-то, нежели Бога, возлюбила оды, празднословия, стяжение денег, умиление от детей, с детьми возиться больше, чем молиться, то будет ли эта душа, пойдет ли она к Богу сама или нет? Или будет рыскать по аду в поисках своих детей, внуков, удовольствий, телефонов, мобильных, интернетов, то, что мы здесь возлюбили. Вот об этом мы должны думать, вспоминая свои последние дни, что мы скоро можем, точнее не можем, а скоро мы умрем. Жизнь короткая, быстро протекает. И поэтому, когда мы помним о своей несмертной, а о части смертной помним, то все-таки отцы говорят, в веки не согрешишь. Не хочется грешить, когда ты вспоминаешь смерть свою. Что за это придется отвечать. И не хочется тратить в пустую время свое, на пустые ноутбуки, на пустые интернеты, на пустые телевизоры, на пустые празднословенные разговоры, на пустые бессмысленные дела, строительство, стяжение денег не хочется. А хочется стяжевать благодать Святого Духа, и хочется стяжевать молитву, и хочется стяжевать покаяние, и хочется стяжевать добрые дела, когда ты помнишь о том, что ты скоро умрешь. Вот поэтому надо память смертную иметь в себе, стяжевать ее. Помоги нам, Господи, чтобы мы стяжевали память смертную, дорожили своей земной жизнью, попусту не проводили ни один день своей жизни, ни одну секунду. В храме стояли, как струнки, не разговаривали, не развлекались перед Богом. Открывая сердце, вот Господь, вот Он рядом, вот Он слушает нас, а мы сказать Ему ничего не можем. Потому что мы думаем о чем угодно, о ком угодно и разговариваем, еще стоим, болтаем в храме друг с другом, развлекаемся. Что мы Богу можем сказать? Ничего. Что мы можем услышать от Господа, если ум наш занят другим, чем попало? Ничего. Просто время проводим, тело принесли, а душа витает где-то там. Поэтому пусть молитва будет наша неразвлеченная, вот Господь, Он нас слышит, Он нас видит. И мы должны тоже услышать и увидеть Господа в храме, находясь. И увидеть, что Бог есть любовь, и Бог есть радость, и Бог есть жизнь. И Бог есть самое лучшее счастье, которое даровано нам в этой жизни земной и вечности. Со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok